Доброе утро, друзья! Это Рунет сегодня, рассказ о главных событиях уже шей недели и о том, что произошло в пространстве виртуальном с комментариями от реальных игроков этого рынка. У нас в гостях сегодня Евгений Этин, генеральный директор агентства Промо Интерактив. Евгений, приветствую! Приветствую! И Денис Ключков, издатель компании «Тематические медиа». Привет, Максим! Привет, Денис! Не могу не сказать известный, прежде всего, ресурсом «Хабра Хабр». Для многих, кто имеет отношение к отрасли IT, это слово почти волшебное. Мы говорим о стартап-инкубаторе Яндекса, об открытии протокола ICQ сторонним разработчикам, о новом законе об электронной подписи применительно к последним госинициативам в Рунете, о продолжении скандальной истории с аукционами по доменам РФ, бесконечная история. О том, что собирается ли ФСБ запретить Skype и Gmail в России или нет, интрига. И о беспрецедентно крупных для Рунета инвестициях в закрытый клуб онлайн-шоппинга «Купи Вип». Начнем мы, как и было заявлено в анонсе, с рассказа о Яндексе. Рунет сегодня. Компания «Яндекс» запустила программу инвестиций в стартапы «Яндекс.Фабрика». Согласно пресс-релизу, на разработку технологии или сервиса может быть выделено до нескольких сотен тысяч долларов. Компания готова поддержать как российские, так и зарубежные проекты. Чтобы подать заявку на участие в программе, следует обратиться в «Яндекс» или к одному из его партнеров по работе со стартапами. Евгений, как думаешь, насколько эта инициатива будет продуктивной? Я думаю, «Яндекс» отличается тем, что большинство его инициатив не уходит в песок, в землю. И на самом деле, очень похвальная инициатива. Я думаю, что многим действительно интересно работать с «Яндекс», именно потому что, создав совместный проект, совместный продукт, развивать его вместе с таким монстром, гигантскими трафиками, достаточно интересно. Ну и плюс опыт людей, которые запустили уже сотни сервисов в России. Это действительно опыт, который не стоит недооценивать. Интересные продукты, я думаю, вызовут у них большой ажиотаж и могут стать весьма и весьма популярными. Но это не значит, что будет покупаться команда, как ты думаешь? Потому что, как мы знаем, «Яндекс» до сих пор особой компетенции в области поддержки стартапов, введения их не имеет. Тем более инвестиции в стартапы. Ну, насколько я знаю, уже сейчас для многих продуктов своих «Яндекс» покупает и кусок продукта, и кусок команды. Да, у меня есть ряд информаций о косвенных покупках такого рода. То есть уже сейчас происходит изменение в головах, видимо, кого-то на высоком уровне в «Яндексе». И они понимают, что, в общем, не всегда растит что-то внутри. Это такой шаг, который нужно довести до конца. Часто сейчас уже идет предложение о покупке части команды и самого сервиса, который реализован. Ну, там я не буду называть конкретно для каких, ну, скажем так, для измерительных составляющих своих сервисов, они такие действия точно производили. Денис, а ты как считаешь, сейчас на рынке кадровом, вот этот шаг «Яндекса» означает ли, что дефицит становится все более яростным? Да, и я считаю, что это инвестиции прежде всего не в стартапы, а в людей. Я напомню, что ваши вопросы и комментарии принимаются в Твиттере, на мой аккаунт «Максим Спиридонов». И то, что сейчас поступило уже, кое-что зачитаю. Говорят о том, что Google год за годом медленно отбирает рынок. На это счет есть разные мнения. Есть мнение, что Google уже остановлен «Яндексом» довольно основательно, и пока что опасность миновала его доминирование в скором времени на российском рынке. Но вот считают, что именно под воздействием Google «Яндексу» нужна новая кровь, новые идеи. Пользователь В.Макеев пишет в Твиттере. Вот, кстати говоря, один из наших экспертов также, Владимир Исаев из компании «Опера» пишет, что, я бы сказал, давно пора, своих рук и мозгов не может хватать на все, и это нормально. То есть, опять-таки, эксперт видит, что такой шаг «Яндекса» — это покупка кадровая скорее, то есть действие кадровое скорее, нежели стремление найти какие-то уникальные идеи. Вообще, кстати говоря, на рынке как таковом сейчас, мне кажется, мое личное мнение, что действительно, чем дальше, тем больше, сами по себе идеи, их достаточно. Найти бы, кто их грамотным образом реализовывал, так, чтобы, во-первых, осмысленно мог вести эту идею к победе, не отклоняясь в разные стороны, не размывая сущность этой идеи. Первое. Второе — то, что мог это выстраивать не только концептуально, но еще и административно. То, в чем в IT часто бывают тоже проблемы в силу разных причин. Согласны, да? Да, 100%. Команд сильных не хватает, и людей для этих формирований даже команд часто не хватает. Это такой кадровый вопрос. Здесь именно проблема, мне кажется, в том, что если люди уже горят чем-то, они хотят реализовать свой сервис, то их сложно заставить делать что-то другое из-под палки, ведя в большую машину Яндекса. То есть команда, наверное, важная часть действительно с идеей. Горящая эта идея и уже сформированная команда — это, конечно, идеальный вариант. Ну, Яндекс, конечно, несмотря на то, что это... То есть Яндекс — это корпорация, и несомненно, что это корпорация, которая имеет свойства машины, как ты выразился, определенный, и это не очень комфортно может быть для входящих в нее команд. С другой стороны, это может быть самая человечная из машин, существующих сегодня на российском рынке, даже не только в IT, но и, возможно, в целом в России, поскольку у них такая репутация. Как хорошо сказал Алексей Басов, гость нашего предыдущего выпуска, ныне вице-президент Mail.ru Group, как мы знаем, сменившая свою должность, он сказал, что вот если Mail, он такой, как бы он, у него роль такого, ну, достаточно агрессивного игрока на рынке, то Яндекс, он peace, дружба и такой немножко дети цветов такая вот атмосфера, в хорошем смысле этого слова, то есть он достаточно мирно настроен к рынку и к конкурентам или потенциальным конкурентам. Хорошо, пока хватит о Яндексе, полагаю, мы продолжим разговор о все-таки, получается, их конкуренции в контексте ICQ. Коммуникационный сервис ICQ откроет свой протокол сторонним разработчикам. Для администрации некоммерческих ICQ клиентов ограничений на пользование им нет, за исключением необходимости соблюдать ряд правил, как не рассылать спам, не вводить пользователей в заблуждение и не извлекать информацию из баз данных и каталогов сервиса. Владельцам мессенджеров на базе ICQ, которые зарабатывают на них, придется получать коммерческую лицензию. Напомню, что история с ICQ длится давно достаточно, история имея в виду, я бы сказал, взлеты и падения. Взлет, мы помним, наблюдали много лет, а падения последние 2-3, наверное, основательно. То есть всем стало ясно, что ICQ выстрелила более-менее заметно в нескольких странах всего, Израиль, Германия, Россия основные в этом смысле. И последние годы вообще начала стремительно терять аудиторию в пользу соцсетей, в пользу таких мессенджеров, как Skype. Более, так сказать, может быть, ну не столько юзер-френдли, сколько более, как это любят говорить, секси многие маркетологи. Вот вообще покупка ICQ, Mail.ru Group, она сегодня, тебе, Жень, кажется разумной? Это шаг не был ли слишком поспешным? На самом деле сложно говорить о том, что если я сейчас представлю это ICQ, абстрагируюсь от цифр. Важно понимать, сколько денег приносит реклама в ICQ на данный момент, как можно увеличить объем поток. Я знаю, что Mail.ru, наверное, одна из самых сильных с точки зрения продаж компаний, с точки зрения продажи рекламы. Но я думаю, что беря к себе такой источник потенциальной новую площадку, люди считали, что они делают. Я думаю, что вопрос заключается в том, насколько продумана стратегия покорения новых пользователей. Потому что явно, что сервисы, которых можно продавать дополнительно, у всех их достаточно много. Я думаю, если ребята имеют хорошую стратегию развития, как один из вариантов открытия, вполне интересной работы совместно с партнерами, я думаю, что через какое-то время мы узнаем и поймем. Я думаю, что шаг продуманно. А здесь такая политическая история. Мы помним, что на протоколе ICQ, который им принадлежит полностью, висит несколько, если не сказать, десятков различных других клиентов, которые не показывают рекламу ICQ. И для Mail.ru Group, сегодня владельца этого удивительного устройства, это проблема объективно. Это вот открытие подобное ICQ, то есть типа их манифест «Пользуйтесь, кто хотите», он может быть не очень понятен. Денис, ты как прокомментировал? Ну, если они открыли протокол, то здесь можно проследить, наверное, следующий шаг. Они собираются, возможно, вот есть твиттер, да, он открыл свое API и за счет API сделал сервис невероятно популярным. Если Mail.ru открывает протоколы ICQ и устанавливает четкие правила игры с этим протоколом, скорее всего, они хотят навести порядок вот среди этих игроков, которые пользуются этим протоколом. Там Адиум, РБКшная программа, остальные программы. Квип, да, не будем называть, но это Квип. Да, и я думаю, что они хотят навести порядок, установить четкие правила и, скажем так, более четко, жестко контролировать всю эту экосистему, которая возникла вокруг ICQ благодаря этим компаниям. А вот ты, как предприниматель, вот окажешься у тебя в руках этот актив, этот продукт, да, прежде всего, это дело даже не в бизнесе. Для меня, на самом деле, пока головоломка. Ну, я, правда, серьезно об этом не размышлял. Как быть, когда у тебя паразитируют, будем называть эти самименами, на протоколе большое количество, миллионы пользователей на чужих клиентах, ты просто их обслуживаешь фактически, при этом ничего с этого не зарабатывая, просто тратя на это деньги? Ну, здесь стоит обратиться за примером к Твиттеру. Твиттер тоже открыл свой протокол, фактически он никак не зарабатывает на том, что его протокол используют другие сторонние организации, но, тем не менее, за счет того, что ты этот протокол открыл, установил четкие правила, описал все, растет твоя аудитория, потому что компания, которая использует протокол, там создают вокруг него продукты, вырастают там вокруг этих продуктов другие продукты, то есть создается целая, понятная, четкоуправляемая экосистема. Здесь важно дать комментарий. Монетизация. Да, будем говорить прямо, да. Монетизация пока что это маркетинг, скорее, если открываешь и ничего за это не получаешь, просто поддерживая. Мне кажется, вопрос регламентов, да, первое отчисление, чуть ли не с каждого сообщения, можно через год ввести, все привыкли к этому, да, к тому, что уже есть открытый протокол, правила меняются, все партнеры вынуждены действовать дальше по тем правилам, которые есть у владельца этого протокола. Ох, скандал так будет какой. Посмотрим. Ну, второй вопрос, это микроплатежи, да, возможно, те игры, которые есть сейчас, их можно развивать, интегрируя туда все возможности Mail.ru, которые есть, да, в текущем варианте, там, я имею в виду сейчас социальные игры, да, то, как их можно продвигать с помощью партнеров, с помощью своих продуктов, вполне можно развиться в этом направлении. Ну и плюс, мне кажется, что важно, да, если мы говорим о том, что мы легализуем процесс, который невозможно управлять, значит, мы его делаем открытым для себя, и, опять-таки, регуляция, в том числе процесс монетизации вполне себе может быть простой. Я хочу, чтобы все партнеры продавали мои игры, оттуда возникают мои микроплатежи и так далее, и так далее. Я думаю, что здесь главное вывести его уже, наконец, из серого, да, в белый, начать понимать. Я думаю, дальше они будут считать. Было бы очень интересно посмотреть на нашего коллегу, который знает ответ на вопрос, как быть дальше с ACQ. Видимо, такой человек в мейле и есть, и, видимо, он так сейчас сидит, и, может быть, даже, слушай, нас ухмыляется, типа, я-то знаю, как здесь поступить. Вероятно. Не исключено, что даже мы его знаем лично, просто не в курсе, что он отвечает за эту стратегию. На сегодня цифры-то пока по ACQ сложные. 35% мечтной аудитории потеряно за последний год, больше трети. И вот это вот лавинообразное схождение остановить довольно проблемно. Кстати, интересно еще одно. Хорошо, они дали возможность некоммерческим клиентам вешаться на свой протокол. В перспективе эти клиенты потенциально будут развивать их бизнес, ну, то есть развивать их популярность этого ACQ. Неожиданно случится перелом тенденции. Такое, в общем-то, бывает. Мы знаем даже недавний опыт сервиса «Одноклассники». Случился перелом тенденции, и летом вдруг одноклассники, падавшие по отношению к контакте, и вообще падавшие по аудитории, вдруг стали снова набирать. Удивительная штука, возможно, которая просто была подпитана трафиком с других проектов «Мэвру Групп». Вполне вероятно. Но, тем не менее, де-факто это так, одноклассники снова стали набирать. Возможно, и ACQ после таких потерь сможет снова набирать. А как они поступят сейчас или позже с коммерческими сервисами? Потому что в новости явно сказано, и сказано, собственно говоря, в их прослезах о том, что это не коммерчески. А Квип, например, который является собственностью, как мы знаем, РБК, кстати говоря, по-моему, самый популярный клиент в Рунете, миллионы пользователей используют протокол ACQ, ничего не платя ACQ, и программу Квип, которая по-своему монетизируется. Ну, там свои системы, они ставят, скажем, при устареции головной страницы, домашней страницы в браузере, квип.ру, портал, они там дают что-то еще к этому всему. Какова судьба коммерческих приложений, которые сейчас находятся на протоколе ACQ? Да, наверное, так. Я думаю, что для начала нужно посмотреть, что будет происходить после открытия протокола. И если люди, скажем так, те, которые используют этот протокол, будут играть не по правилам, то, наверное, Mail.ru будет применять какие-то санкции к тем, кто, скажем, говоря о некоммерческом использовании, занимаются коммерческим использованием. Ну, в общем, это начало большой такой игры по упорядочиванию. Да, да. Называются правила. Правила таковы, их, ясное дело, диктует Mail.ru Group, и дальше предстоят, и, может быть, уже идут, видимо, большие переговоры РБК, Mail.ru Group, ну и, вероятно, какие-то... Возможно, РБК будет там какие-то отчисления делать лицензионные за использование в коммерческом смысле этого протокола, и я думаю, что они найдут какие-то подходящие друг другу решения. Версии из Твиттера Cephus.ru, я бы сказал, это даст возможность официально продавать ныне бесплатный альтернативный клиент. Вот такая вот версия появилась у пользователя оттуда. Напомню, что в Твиттере, в моем Твиттере Максим Спидонов, мы принимаем от вас мысли, соображения по ходу программы, и те, которые попадают в контекст, я буду озвучивать. Мы продолжаем рассуждать о том, что случилось у нас в эти прошедшие дни, и поговорим о законе об электронной подписи. Вступил в силу новый закон об электронной подписи. Это цифровое средство визировании документов имеет теперь три вида. Простое, неквалифицированное и квалифицированное. Они различаются по степени защищенности. Обеспечивать выдачу электронных подписей физическим и юридическим лицам будут специальные удостоверяющие центры. Довольно странная история в России с электронной подписью. Она вроде как существует уже давно достаточно. Напомню, что в 2002 году был уже принят закон, который сам факт наличия такой подписи фиксировал. И даже где-то якобы она в учреждениях использовалась. Где-то кем-то почему-то. В рамках граждан, для граждан обычных, для простых смертных, таких как мы, это до сих пор всерьез не дошло. Потому что никто из нас, да, Денис, Евгений, не было таких вот прецедентов в использовании. Вдруг так, а не подпишу ли я электронно этот договор или, не знаю, это обращение какое-нибудь. Новый вариант этой подписи, скажу о том, что он предполагается к использованию на, в частности, в пресловутом портале госуслуг, который формируется в интернете. Дай-то бог оно случится. И в физическом виде это будет, по всей видимости, некая флешка, флеш-носитель с зашифрованным ключом, либо смарт-карта какая-то. То есть какой-то носитель памяти, в котором будет зашифрован код, обозначающий вашу электронную подпись. То есть какие комментарии можно дать к этому, Евгений? Ты вообще ждешь электронной подпись? Тебе она нужна? Наверное, мне лично бы не помешало. Большинство операций, которые я сейчас произвожу, так или иначе, они удостоверяются, как правило, карточкой, не будем говорить, какого банка. И, в общем, любые действия, связанные с финансовыми операциями, они так или иначе оплачиваются. И, в общем, это и есть подтверждение, видимо, моей личности косвенности. А то, что касается электронных подписей, их уже дали, не помню, лет 10, каждый раз рынок говорил «да, сейчас», и куча людей придумывал разные услуги, которые можно было бы осуществлять теперь удаленно. Ну, не знаю, здесь очень многое зависит от процедур, насколько действительно продуманная процедура будет предложена в этот раз, представить сложно, но если она заработает, я думаю, многие обрадуются. Ну, портал Госуслуг — интересный вариант. Хотел бы посмотреть, в каком виде, в каких вариантах можно было бы на нем использовать электронную подпись, что можно будет осуществлять с помощью такого рода действий. Надо читать. Денис, а вообще, насколько готова инфраструктура, тебе кажется, в целом, в государстве? Мне кажется, не готова вообще совершенно. Такое впечатление, что мы говорим об этой подписи, которая имеет отношение к 22 веку, не знаю, грубо так скажу, то есть, ну, или там, через десятилетие, в то время как живем все еще сегодня, в котором, ну, я помню хорошо общение с отдельными чиновниками, которые об интернете знают понаслышке. Ну, хорошо, интернет они уже видели, но пока что для них он очень, там, ограниченный вариант — это имейл плюс, в лучшем случае, социальные сети. Мне кажется, цифровая подпись — это что-то вроде сейчас как нанотехнологии. Все вот знают, что она есть, но никто ее ни разу не пользовался и не представляет, как это работает. Это формализованное «Сколково». Да, да, и, соответственно, если посмотреть на то, как устроены наши госорганы и как они работают, то найти точки прикосновения электронной подписи, их работы, мне кажется, сейчас совершенно невозможно. То есть ты можешь прийти в любой какой-нибудь госорган, сказать, что у меня есть цифровая подпись, вот я хочу отправить документ в электронном виде и подписать его этой подписью. На тебя посмотрят большими глазами и скажут, типа, я не знаю, вот, идите куда-нибудь туда. Особенно забавно будет паспорт в столе какого-нибудь там СИЛА, например. Скажут, здравствуйте! Вы о чем сейчас здесь? Комментарий на этот счет, возможно, более продуманный, чем наш с вами, может дать, возможно, специалист по трагическому развитию. СКБ «Контур» Петр Диденко сейчас у нас по телефону подключен. Видимо, Петр сорвался, да. Но ничего страшного. Мы, возможно, сидим с ним еще разок и вернемся к этому разговору. Обсуждая тему без Петра, электронная подпись в применении к Рунету, где могла еще использоваться, кроме государственных учреждений? Наверное, в формате покупок, да, чего-то, в коммерческой среде. Да, подтверждение каких-то действий, которые я готов произвести. Но, еще раз, мне кажется, что то, что касается электронной торговли, да, как таковая электронная подпись, в общем, особой роли не играет. Еще раз повторю, деньги, являющиеся, как таковым, достаточным доказательством намерения неких произведений моих действий, да, в общем-то, пока устраивает. Мне кажется, что мы недооцениваем юридические, да, взаимодействия, ну, то есть то, что производят юрлицы, да, многие из нас знают, что по электронной почте, в том числе, можно отправить налоговую, некие результаты, там, промежуточные, отчисления, там, в сторону бюджета, можно производить разные взаиморасчеты внутри компании с внешними, в том числе, налоговыми контролирующими органами. Какие-то действия уже производились. Я думаю, что в первую очередь, наверное, об этом создатели этого закона думали, очередной раз создавая. Для физических лиц я не вижу такой гигантский, да, такой дневного пространства для маневра. Здесь не очень понятна история с этой подписью, для меня, по крайней мере, в первом приближении, в том контексте, что президент и его аппарат говорят частенько о некой универсальной карте, помните, да, которая станет и платежным инструментом, и паспортом во многом, то есть, ну, фактически заменой этой подписи. Либо подпись будет пристегнута к этой карте, бог его знает. Все-таки попробуем поговорить с Петром Диденко. Петр, ты на связи? Да, здравствуйте. Петр, привет. Как бы ты прокомментировал новость? Новость хорошая, мы ее давно ждали. Новость хорошая, точка. Очень хочется, чтобы цифровая подпись стала проще, чтобы ей, наконец-то, стало можно пользоваться. Дело в том, что закон об электронной цифровой подпись существует 9 лет, и на самом деле у нас в стране есть сотни тысяч пользователей цифровой подпись. На действительном применении ее очень ограничено именно налоговой отчетностью. Или вот теперь, с прошлого года, электронными торгами. Теперь все темберы государственные проводятся на специальных площадках торговых, и вот для того, чтобы участвовать в них, люди получают очень сложно цифровую подпись. Выдаем ее мы, кстати. Вот, мы выдали больше миллиона сертификатов. А, подожди, вы ее выдаете, Петя, извини, пожалуйста, вы ее выдаете по поручению правительства? Ну, то есть по какому-то специальному заказу там, да? Нет, это рынок, есть удостоверяющие центры, и вот ты, Максим, тоже можешь стать удостоверяющим центром, в принципе, если пройдешь определенную сертификацию, придумаешь себе бизнес-модель, и тогда ты откроешь вот такой от ЛЦ и будешь выдавать людям МВД ЦП. Ну, то есть нужно стать каким-то доверенным лицом государства, таким своего рода виртуальным нотариусом? Очень похожая функциональность. Кстати, у нотариальной палаты есть свой собственный удостоверяющий центр. Он для внутренних коцелей. Удостоверяющих центров более 500, на самом деле. Они в основном ведомственные или корпоративные. Есть публичные, публичные где-то порядка 40-50. Вот мы самые крупные из них. Ну, то есть, в общем-то, я понимаю, что в области юридических лиц там уже достаточно хорошо развита история с электронной подписью, да? Да, очень хорошо развита. И, казалось бы, живее и радостью. Но на самом деле есть две проблемы. Первая проблема – это то, что очень сложно выдавать электронную цифровую подпись. То есть надо прийти куда-то с паспортом, чтобы мы вот посмотрели в паспорт тебе и достареялись, что мы действительно тебе выдаем АЦП, чтобы все это имело юридическую силу. А, во-вторых, нужно установить специальный софт, который называется «Сказы ИИС». Это, по-моему, так, отрешевывается. Вот. И вот этот софт и хранит вот этот там сертификат, и он довольно сложный. Такой не очень простой в использовании. Вот. И вот хотелось бы, чтобы было проще. И вот в упрощении АЦП, то есть сейчас появляется АЦП такой простой формы, оно идет к тому, что будет проще пользоваться, ну, практически пользоваться электронной сертификатой подписью. Вы говорили про УГИ-карту, вот эту карточку гражданина, и карточка гражданина действительно будет таким хранилищем, сториджем для упрощенного сертификата этой. Ага, ну все понятно. Хорошо. Петр, спасибо большое за комментарий. Это был Петр Диденко, главный специалист по трагическому развитию СКБ «Контур». Специалистов, которые много общаются с электронной подписью, как мы выяснили, и иными видами электронной отчетности и взаимодействия с государством. Думаю, что вопрос подписи мы оставим, возможно, вернувшись к нему еще неоднократно, уверен, вернувшись к нему еще неоднократно в будущих программах. А сейчас вспомним о довольно скандальной, наверное, истории с доменами РФ. Рунет сегодня. Результаты части аукционов по доменам в зоне РФ могут быть пересмотрены. Нарушения в проведении торгов признали в холдинге РБК, которому с недавнего времени принадлежит их организатор, компания «Рудцентр». Представители хостинг-комьюнити структуры РБК выразили готовность провести аудит всех таких сделок с привлечением независимой сертифицирующей организации, чтобы компенсировать ущерб тем, чьи права были ущемлены в ходе аукционов. Я напомню, что в Твиттере Максим Спридонов принимаются ваши комментарии, вопросы и соображения по ходу движения программы. Интересные будут засчитаны. А сейчас, собственно, к новости. Я, как смотрю многие из отрасли, Денис, кстати, высказывал за пределами эфира соображений, что РФ вообще, в общем, не очень ему симпатичен, да? Это очень странная история, и, во-первых, тут нужно отметить, что она длится довольно длительное время, и у, собственно, зоны РФ есть предыстория, другая кириллическая предыстория, которая касается написания, скажем так, доменных, как пишешь, так и слышишь, то есть там finamfm.com, finamfm.ru без РФ. Вот эта история, она тянется с 2000 какого-то мохнатого года, с начала 2000-х годов, и, что самое интересное, РБК, она ранее участвовала, как раз в этой истории участвовала. Я не помню сейчас точных деталей, но история заключалась в том, что любой желающий мог купить там домен finam.ru или там finam.com в русском написании, и, соответственно, поставив какой-то там определенный софт, у тебя этот домен мог работать. Ну, вообще, то есть абсурдная. Вообще, абсурдная история, но, тем не менее, она педалировалась, люди на нее велись, покупали домены, тратили деньги, и до сих пор, наверное, они ждут этой истории, чтобы она получила какое-то большое глобальное распространение. Теперь у нас появилась другая история, идея фикс, зона РФ, большой шум, шум из ничего, и, мне кажется, вот эта история с этими торговыми акционами, отменом, это придание какой-то дополнительной информационного повода этой истории для того, чтобы она была на слуху у людей, и они на нее почаще внимания обращали. Но я не думаю, что здесь дело в стремлении пропиарить дополнительно. Это раз, это раз. Вторая, наверное, история все-таки какие-то разборки хозяйствующих субъектов. Я напомню, что здесь скандал был в том, что порядка половины доменов, которые были зарегистрированы в зоне РФ, вот этим вот РУ-центром, который, кстати, по ходу дела, по ходу разбирательства успел перейти в другие руки, став частью корпорации РБК. Вот эта половина доменов, она была зарегистрирована ими на себя, и дальше были созданы аукционы, то есть они использовали свое приоритетное право, того, которого не было у обычных смертных, и потом фактически заработали на этом пару-другую, а может быть, не знаю точных цифр, может быть, десятки миллионов долларов. Ну, десятки вряд ли там, скорее пару-другую миллионов долларов, что, в общем, не являются драматическими цифрами, сколько, наверное, обидно тем, кто не получил свои домены. Да, Евгений? Ну, я могу по себе сказать, мы получили свой домен промо.рф, вот, получили за деньги, не понимая, с кем мы там так долго конкурировали. А вы проводили аукцион, да? Ну, да, мы на самом деле как-то подумали, что все-таки вдруг эта история наберет популярность, пусть будет. Вот у нас есть там промо. И вот так 700 тысяч человек, пусть будет, по количеству доменов. Да, ну, то есть было какое-то ожидание, что это может расти до бесконечности, но, в общем, он на каких-то разумных там пределах замерл, мы взяли себе этот домен, ну, не знаю. На самом деле, я боюсь, что кроме меня и, может быть, еще и системного администратора нашего никто особо им не пользуется. Ну, факт налицо. Вынуждены были купить, потому что боялись, что вдруг это действительно имеет место быть. Я попробую, наверное, начать такую мини-компанию по предложению использования доменов, раз появилась эта сущность в нашей с вами жизни, и деваться уже некуда, сотни тысяч доменов зарегистрированы, то разумно использовать это мне кажется. Опять-таки, мы об этом говорили в прошлой программе, кажется, или за эфиром прошлой программы с Алексеем Басовым. Самое разумное, использовать это исключительно как алиасы, как переадресации. Ну, да, несомненно, использование, восприятие со слуха в русской раскладке домена, там, не знаю, пример названия этой передачи runet.rf, в транслитерации будет проблематично. runet.rf, домен, сказанный по радио, понятен и вводится без ошибки, фактически, скорее всего, большинством граждан нашей страны в адресную строку браузера. А дальше, не оставлять это в адресной строке, то, что мне кажется, а переадресовывать на парный ему домен ru. То есть, фактически, в идеале, если уж заварили эту кашу, обязать регистраторов парно продавать домены. Есть национальный домен, международный национальный домен для России, .ru, пишущийся в латинице, которая вводится с любого компьютера, фактически, любой точки мира. И было бы разумно в нем оставаться, и продавать попарно. Это было бы, мне кажется, самое правильное, потому что сейчас уже пытаются делать надстройки, такие, по-моему, вообще популистские, почта в домене РФ. И причем там такая история, что почта в домене РФ, обратный адрес подставляется в этой почте все-таки в домене ru или ином домене, который в латинице. Потому что, если писать еще с бухгарем пополам с доменой РФ можно, то получать на него уже, в общем, пока что маловероятно. Кошмар. Ну, в общем, забавная история, мы сами себе придумали, мы, я имею в виду сообщество профессиональное, работающее в интернете, сами себе придумали вот такую вот, я не знаю, то ли это игра, то ли это, ну, для регистраторов это бизнес, понятно. Вот. И нужно с того как-то выкручиваться. Мне сдается. Окей, через полгода, когда пройдет ажиотаж, наверное, половина доменов освободится, скорее всего. Вот я уже об этом говорил, хочу устроить тотализатор. Сколько доменов останется в итоге? Сейчас вот 700, по-моему, с лишним тысяч зарегистрировано. Хочу верить, что половина отвалится просто за ненавидностью. То есть люди остынут, скажут, ну, хорошо, вот я год владею этим доменом в зоне РФ, там, василийпупкин.рф, ощущаю с этим гордость, но как использовать, не знаю. Поэтому отпускаю, чтобы не тратить деньги. Вот. Это, ну, думаю, что нечто подобное случится. А если все-таки там половина добрая или даже больше останется, окей, давайте использовать как переадресацию. Такие вот соображения на этот счет. Окей. Кстати, тут могу добавить еще, что есть цифры у меня от редакции, что коммерсант писал, на аукционах Руцентр заработал 366 миллионов рублей. Это сколько в долларах? 10 миллионов, да, если не ошибаюсь, долларов. В принципе, солидные деньги, и сейчас есть за что бороться, наверное. И еще любопытная новость в контексте вышесказанного, в общем, такого же популистского свойства, как мне кажется, как домен РФ, касающийся Координационного центра по регистрации доменов. В организации ICANN, которая отвечает на международном уровне за раздачу доменных имен и, что важно, доменных зон, туда подана заявка на регистрацию домена точка Сколково. На латинице, там, не в кириллице, но тем не менее. В общем, задел большой в Сколково имеет место быть. Пока что, на мой взгляд, там не очень видны практически подвижки какие-то, но поживем увидим в конце концов.